Магазин богатого папы представляет Некоторые мои друзья, советники, считают, что мне не следует вам об этом рассказывать. Но это важная информация, и я считаю, что вы должны ее знать. Секреты богатых людей Меня зовут Роберт Киосаки. Я американец японского происхождения в четвертом покорении. Моя мать была дипломированной медсестрой, мой отец – доктор философии. Он также занимал должность старшего инспектора штата Гавайи по образованию. Но вот что меня угнетало. Мои родители, будучи образцовой семейной парой, ссорились только из-за денег. В 1970 году, когда отцу было 50, его сократили. Он так и не смог найти новую работу. И я поклялся, что моя жизнь будет другой. Секрет первый – будьте финансово образованными. Сегодня в школе снова уделяют большое внимание так называемым тестам академических способностей. Эти тесты проверяют навыки чтения, письма и арифметические способности. Если вы проходите этот тест, следующий шаг – это тест профессиональных способностей. Кем вы станете? Доктором, юристом, начальником пожарной команды, секретарем и так далее. Это профессиональная подготовка. Но в школах не уделяют внимания и не учат тому, что я называю финансовой грамотностью. В школах совсем не говорят о деньгах. Что такое финансовая грамотность? Если сотни человек дат 10 тысяч долларов, 80 из них, или 80 процентов, потратят все деньги к концу года. 16 процентов с теми же 10 тысячами долларов, возможно, получат 10 тысяч 50, если положат эти деньги в банк. А 4 процента, получив эти 10 тысяч, в конце года будут иметь от 20 тысяч до миллиона или больше. Вот это я и называю финансовой грамотностью. В школе нас учат читать книги, но мы не знаем, как читать вот это – финансовые или годовые отчеты. Нас не учат в школе финансовой грамотности. Я основал компанию Prime Cable в 1979 году с двумя другими людьми. Сегодня эту компанию можно продать где-то за 1,6 миллиарда долларов. Я окончил Техасский университет. Последние 18 лет я работаю специалистом по финансовому оздоровлению предприятий. Мне звонят из компании и просят решить их проблемы. В нашей работе приходится сталкиваться с тем, что в компаниях есть определенный балласт, от которого им нужно избавляться. И за последние 3 года я уволил более 200 человек. И я знаю многих людей, которые после этого задумались и стали учить правила игры, чтобы понять, как можно зарабатывать деньги на деньгах. Для этого и создана игра «Денежный поток». Научить людей правилам финансовой игры, в которой на вас работают ваши деньги. Самое главное – это то, что правилам финансовой игры можно обучать, и каждый может научиться играть в эту игру. Лично для меня особенно важно, чтобы мои дети понимали правила финансовой игры, потому что я не хочу, чтобы они пополнили ряды тех, кого сократят такие же специалисты, как я. Единственным предметом, который я не понимал в школе, была экономика. Поэтому я создал собственную систему, которая была мне понятна. На доске вы видите ключевые понятия, которые лежат в основе финансовой грамотности. Назовем эту колонку «отчет о доходах». Это расходы, или отчет о прибылях и убытках. Эти данные составляют балансовый отчет, в котором есть активы и пассивы. С этих понятий начинается финансовая грамотность. Вскоре я понял, что основная причина финансовых затруднений состоит в том, что люди путают активы с пассивами. Как отличить активы от пассивов? Я нашел определение активов и пассивов в словаре, но эти определения внесли еще большую путаницу. Поэтому я придумал собственные определения. Актив — это все, что приносит мне деньги, а пассив — это все, что отнимает у меня деньги. Причиной финансовых трудностей моей семьи был мой отец, потому что его банкир, бухгалтер и агент по недвижимости называли наш дом активом. Отец также думал, что его автомобиль — это актив, но мы видим, что его автомобиль был не активом, а пассивом. Если эти определения окажутся вам запутанными, то можно сказать еще проще. Вот новое определение. Если я останусь без работы, активы меня накормят, а пассивы съедят меня. Надеюсь, у вас не осталось вопросов. Секрет второй. Богатые не работают ради денег. Финансово грамотные люди, или те, кто разбирается в цифрах, понимают, что такое денежный поток. Я могу показать вам разницу между малоимущими и средним классом. Для этого посмотрим на их доходы, балансовые отчеты, и определим, как распределяется наличность. Приведу пример денежного потока малоимущего человека. Как правило, у малоимущих есть только работа. Они получают доход от работы, и он падает. Они платят аренду, покупают вещи, еду, и доход превращается в расходы. Так выглядит денежный поток малоимущих людей. Классическая схема денежного потока среднего класса имеет небольшие отличия. Они также получают доход от работы, но средний класс обычно выплачивает ипотечный кредит, возможно, автокредит, возможно, задолженность по кредитным картам, то есть их расходы также растут, и кривая уходит в этом направлении. Итак, вы видите, чем денежный поток малоимущих людей отличается от денежного потока среднего класса. А теперь посмотрим на денежный поток богатых. Денежный поток богатых начинается с активов, которые приносят им доход. И если малоимущий и средний класс концентрируются на доходах, то богатые концентрируются на активах. Именно в активах заключается главный секрет богатых. Поэтому каждый, кто не родился богатым, и у кого есть только работа, всякий раз, получая деньги, вот здесь сталкивается с выбором. Именно здесь вы принимаете решение, быть богатым, бедным или иметь средний достаток. Если вы получили деньги и потратили их, то это ваш выбор. Если вы купили новую футболку, сходили в ресторан, то ваш выбор потратить все деньги. Вы выбираете бедность. Или когда вырастают ваши доходы, и вы покупаете новый дом, новую машину, или оплачиваете отпуск кредитной картой, то в этом случае вы поступаете как средний класс. А если, получив деньги, вы вкладываете их в активы в тот момент, когда нужно выбрать между бедностью, средним классом и богатством, то, вкладывая деньги в активы, вы принимаете решение быть богатым. Но ваш выбор зависит только от вас. Секрет третий. Богатые работают на себя. Вы уже знакомы с Кейтом Каннингом. Кейт рассказал мне один случай. Когда он учился в аспирантуре, на одну из лекций пригласили Рея Крока, основателя Макдональдс. И Крок спросил у собравшихся магистров бизнеса, «Дамы и господа, вы знаете, каким бизнесом я занимаюсь?» «Что за вопрос, Рей? Конечно, мы знаем, каким вы занимаетесь бизнесом. Вы продаете гамбургеры?» А Рей ответил, «Нет, мой бизнес – это не гамбургеры. Мой бизнес – это недвижимость». Рей имел в виду, что продажи – это его профессия. Он в основном продавал гамбургеры. Но его бизнес был вот здесь. Это была недвижимость. И когда я спрашиваю людей, каким они занимаются бизнесом, к примеру, я спрашиваю банкира, и он говорит, «Я в банковском деле». Или я спрашиваю врача, «Каким бизнесом вы занимаетесь?» И он отвечает, «Я врач». Ошибка в том, что врач – это профессия. Профессия означает, что вы работаете ради денег, а бизнес означает, что ваши деньги работают на вас. Основной причиной финансовых трудностей многих людей является тот факт, что у них нет своего бизнеса. Они работают на чей-то бизнес. Посмотрим еще раз на эту схему. Когда у вас есть профессия, работа, когда вы наемный работник, вы работаете на кого-то. Здесь вы платите налоги. Другими словами, вы работаете для правительства. А здесь, если у вас есть дом, вы работаете на банк, потому что взяли ипотечный кредит. Поэтому, если вы хотите быть богатыми, счастливыми и успешными, вам нужно работать на себя и не работать на всех остальных. Работа в корпорации идеально подходит людям в моей ситуации. Я женщина, которая полностью себя обеспечивает, и мне очень нравится моя работа. Но для достижения успеха в корпорации требуется много времени и сил. С помощью игры «Денежный поток» я поняла, что трачу много времени на то, чтобы богатели другие люди. Поняла, что работа отнимает все мое время. Игра показала мне, как я могу вырваться из этой рутины. Это был ценный опыт. Я многому научилась. Меня зовут Джефф Бассетт. Я инвестиционный брокер. Мне 25 лет. Я экономист по образованию. Проходил практику на Уолл-стрит. Моим клиентам в основном по 40-50 лет, и они никак не позаботились о своем финансовом будущем. А я даже не думаю работать после 30. В 30 я буду жить на Каймановых островах и продавать опционы и товары, не выходя из своей яхты. И игра «Денежный поток» показала мне, как легко этого можно добиться. Причина финансовых трудностей кроется в том, что большинство людей, которые верят в упорный труд, концентрируются на своей работе. Супруги работают, и, может быть, одни из них устроятся на вторую работу, чтобы получилось три источника доходов. То есть они концентрируются на доходах. Их доход начинает расти, и они продолжают упорно трудиться. Проблема в том, что вместе с вашими доходами растут и налоги. Вы платите все больше и больше налогов, но вы видите, что ваши доходы растут, и вы покупаете большой дом, новый автомобиль или новую лодку, потому что ваш банкир или бухгалтер называют все это активами. Вы больше работаете, ваши расходы растут, ваши пассивы увеличиваются, и тут на тебе сокращение. В результате вы теряете источник своих доходов. А как же расходы? Они остаются. А пассивы? Они остаются тоже. Вот это и приводит к финансовой неустойчивости или к финансовым трудностям. А если бы вы стремились к тому, чтобы не работать ради денег, а чтобы деньги работали на вас, то даже потеряв работу, вы смогли бы жить на свои активы. Накопление пассивов и отсутствие активов ведет к финансовой неустойчивости или финансовым трудностям. В прошлом мы считали работу залогом своей безопасности. Но сейчас об этом можно забыть. Это устаревшее представление, устаревшая модель. Цель всей образовательной системы подготавливать квалифицированных работников. Теперь все изменилось. Мы даже не можем сказать, будет ли существовать наша компания через 5-10 лет. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что жизнь компании и даже целые отрасли может быть меньше трех лет. И это означает, что от нас требуется по-новому взглянуть на то, как мы хотим добиваться своих целей. Мы должны посмотреть на свое образование и на свои знания под принципиально новым углом. Секрет четвертый. Богатые не платят налоги. Законным путем. Большинство людей концентрируется на доходах, трудятся не покладая рук, и когда они получают свой доход, основные расходы – это налоги. Но богатые получают доход от своих активов. И схема, которую богатые используют для сокращения налогов, напоминает топливный фильтр. В качестве фильтра выступает корпорация или несколько корпораций. Корпорации, в свою очередь, максимально увеличивают свои расходы, прежде чем их доход облагается налогом. Так богатые платят меньше налогов, в то время как доход наемных работников облагается налогом в первую очередь. С помощью корпораций богатые уменьшают свои расходы. Они зарабатывают, максимально тратят, а оставшаяся часть облагается налогами. А малоимущие и средний класс упорно трудятся, но правительство взимает с этих доходов налоги, и они пытаются что-то потратить или прожить на то, что осталось. И это одно из главных отличий между малоимущими, богатыми и средним классом. Наша школа недвижимости одна из крупнейших в штате. И мы пришли к такому выводу. Люди, которые хотят заниматься недвижимостью, могут научиться этому в нашей школе, но они не имеют представления об основах инвестиций. Именно поэтому нас заинтересовала игра «Денежный поток». Мы можем научить наших студентов основам бухучета, инвестиций и финансов, чтобы они имели знания, которые смогли бы применять на практике. Секрет пятый. Богатые сами печатают деньги. Один из секретов богатых, как они печатают деньги. К примеру, они покупают дом, владелец которого лишился права выкупа закладной. Они покупают его за 30 тысяч долларов. Затем оценивают этот дом по его рыночной стоимости в 60 тысяч долларов. Они продают этот дом за 60 тысяч и получают 30 тысяч в форме закладной или долговой расписки. Таким образом, одна сделка пополнила их активы на 30 тысяч долларов. Есть еще один способ. Вы находите участок земли площадью 80 акров и покупаете весь этот участок за 100 тысяч. На участке был дом. Я отрезаю 4 акра и продаю дом за 145 тысяч. Таким образом, я заработал 45 тысяч, продав дом и 4 акра земли. Затем я делю участок на 3 доли и каждую долю продаю за 100 тысяч и снова получаю закладную или долговую расписку. На этот раз я пополнил свои активы на 300 тысяч. Или я использую другую схему первичное размещение акций. Я вкладываю 10 тысяч долларов в стартовый капитал новой компании. По цене 1 цент за акцию я покупаю миллион акций. Когда компания получает котировку на бирже, скажем, 1 доллар за акцию, я могу продать свои акции за 1 миллион долларов. И при этом я не плачу налоги, пока не обналичу эти деньги. Я показал вам, как богатые печатают деньги. Малоимущие и средний класс испытывают трудности, потому что они продолжают упорно трудиться. Их доходы превращаются в расходы. Если они решают сэкономить, их доход облагается налогом. И только уплатив налоги, они могут поместить свои деньги в колонку активов или сбережений. Вот вам пример, почему малоимущим и среднему классу так трудно делать сбережения. Они сначала платят правительству и только после этого могут поместить свой доход в активы. Мы могли играть в эту игру всей семьей, и это было здорово, когда мы собирались все вместе и отлично проводили время. Меня особенно поразило, насколько эта игра отражает реальную жизнь. Я адвокат, а когда-то работал инженером, но я никогда не понимал основных принципов финансового дела, которые мучат эта игра. Я бухгалтер нашей семьи. Именно поэтому Майку не пришлось разбираться в основах финансового дела. Благодаря своей профессии я дипломированный бухгалтер. Я понимаю основы, которые мучат эта игра. Лично мне было интересно то, что я могла объяснить Майку и моей дочери Шелли те принципы игры, которые были им непонятны. Это увлекательно, потому что мы можем учиться вместе. Я учусь в колледже, и по правде говоря, я особенно не задумываюсь о деньгах и финансах. Я много узнал об инвестициях, деньгах и финансах. Мне очень понравилось. Было очень интересно. Я написал книгу «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу». Она стала международным бестселлером. Многие люди считают, что я имел в виду образование в целом, но они глубоко заблуждаются. Моя профессия – это образование. Я люблю учиться, и поэтому я считаю, что академические способности, которые вы развиваете в школе, очень важны, как и профессиональная подготовка. Овладение профессией – это очень важно. В нашем мире глобальных перемен финансовая грамотность жизненно необходима. Именно по этой причине я создал игру «Денежный поток». Но я прошу вас не забывать о том, что это только основные принципы. Капля в море финансовых знаний. Но всегда помните, вне зависимости от того, как развивается экономика, ваше финансовое благополучие зависит только от вас. Один из основных принципов обучения – это повторение. Поэтому не забывайте, чем больше вы играете в эту игру, тем богаче вы станете. Магазин «Богатого папы». Все игры «Денежный поток» и книги Роберта Кийосаки. Магазин «Богатого папы».